Центральное событие форума Панельная сессия «Будущее сегодня. Новые возможности индустрии». Сергей, мы вас приветствуем. Коронакризис обнажил те проблемы, которые уже давно стояли перед отраслью. Но, как говорят, что кризис – это всегда новые возможности. Вот вы для ТЭКа, для российского ТЭКа, какие видите новые возможности, которые сейчас открываются? Вперед коронавируса возникла новая тенденция на удивление одновременно в европейской и в китайской печати. Неожиданно вдруг в таких разных газетах, как «Гардиан» и «Финэншал Таймс» и «Чайна Дэйли» стала обыгрываться тема, что, очевидно, следствием короны, пандемии будет дальнейшее снижение потребления углеводородов, классических, и рост возобновляемых источников энергии. Оценить это объективно трудно, потому что, безусловно, в этом присутствует лоббистская составляющая. Идет битва за субсидии в Европе от Еврокомиссии, в Китае, от Китайского национального правительства на развитие этих отраслей. Тем не менее, вышедшая одновременно с этим энергетическая стратегия российского правительства, Минэнерго, одобренная российской правительством, тоже предусматривает изменение баланса. Впрочем, тоже за интересными оговорками. Ну, потому что, например, мы понимаем, что перед пандемией мы стояли на низком старте в плане взрыва рынка электромобилей. Но электромобиль – это дорого. Поэтому в силу того, что сейчас все поджимаются по деньгам, как потребители, я думаю, что, например, взрыва электромобилей быстрого не будет. Но в то же самое время, вот мы с вами сегодня говорим, сегодня утром вышло сообщение Airbus о переходе на самолеты, на водородных двигателях. Что будет источником водорода? Вот вариантов есть несколько. Самый простой – добывать водород, а водородная экономика – это сейчас приоритет. Добывать водород из угля. На это не пойдут европейцы, потому что они говорят, что это грязно. Второй способ – добывать водород из природного газа. Вопрос – мы будем добывать здесь и по существующим газопроводам поставлять его в ту же самую Европу? Или мы так и будем гнать природный газ, а там в Европе будут добывать водород? И третий вариант, который звучит пока как фантастика, но это все более реализуемо. Значит, возобновляемые источники энергии, типа солнечных батарей, типа ветряков, они, конечно, нестабильны. Сегодня ветер есть, ветряк крутится. Сегодня солнце есть, получается. Дальше пауза. Есть очень тяжелая тема с накопителями. До того, как она будет решена, тем не менее, существующие способы поставки электричества от возобновляемых источников таковы, что электролиз, например, производства водорода, он уже осуществим. То есть ты берешь энергию из воздуха и создаешь новый вид топлива. Нефть и газ никуда не денутся. Они нужны минимум для нефти газа хима. Это я не прорываю трансляцию, просто встает человек, который как раз этой темой занимается. Но похоже, действительно, классические углеводороды в энергобалансе будут играть сильнейший роль. Вот это все предмет для обсуждения на сессии. Но если вы обратите внимание, я кое-что вот не понимаю. Ну вот сейчас только что состоялся деловой завтрак, и там, знаете, такая была интересная мысль, что все вот эти зеленые технологии, планируемые углеводородным налогом, это некое лицемерие такое. То есть это не совсем зеленая технология, или это протекционистская политика? Вот вам как кажется? Я совершенно согласен. В этом действительно есть лицемерие. Давайте начнем с очевидного, что я уже упомянул. Речь идет, конечно же, о распиле европейских субсидий. Это так. Лицемерие в этом состоит также, потому что грязь, которая получается при складировании отработавших литийных батарей, такова, что еще от чего больше ущерб экологии, от СО2-выхлопов или от складирования литиума, абсолютно при производстве, и солнечных батарей, кстати, так же самое. И главные лицемерия, которые пока и не делают всю эту историю быстро осуществимой. Электричество, вырабатываемое на зеленых технологиях, в полтора, два, два с половиной, три раза дороже, чем на существующих традиционных источниках. Собственно, с помощью налога и хотят перекрыть вот эти вот... Налог – это немножко другая тема. Речь идет о следующем. За последние 20-30 лет, в частности, Европа успешно выводила свои грязные производства в развивающуюся мир. И в этом смысле тоже было лицемерие. Мы тут такие все чистые, а на самом деле там все производится, и карбонный след, он на самом деле... А сейчас европейцы переходят на следующий этап, когда они говорят, мы будем брать налог за карбонный след с тех производств, которые находятся за рубежом. Что же касается налога на прямые поставки углеводородов, это тем более очевидно. По электромоценкам нагрузка на российскую экономику составит около 40 миллиардов долларов. Мы будем отдавать неизвестный куда. Однако же, я, как вы видите, защитник традиционных энергетиков. Сейчас вам объясню, почему. По справедливости ради надо сказать, что КПД, тех же самых солнечных батарей, тех же самых метриков, растут революционно. Поэтому говорить о том, что можно успокоиться, нельзя. Нет-нет, надо оглядываться и оглядываться серьезно. Сергей, что вы ждете от форума? Как вам кажется, смогут ли здесь прозвучать какие-то прорывные решения? У меня есть личный, в известной степени шкурный интерес. Есть общефилософский. Общефилософский мы с вами на самом деле обсудили. Мне, конечно, очень интересно послушать, что говорят лидеры отрасли на эту тему. Что касается моего шкурного, ну очень в кавычку шкурного интереса, он состоит в следующем. В конце прошлого года Газпром, Россети, ФСК, ЕС и Сургутнефтегаз вышли на вашу упакованную услугу. И к февралю этого года сосватывали я стал президентом Ассоциации глобальной энергии, которая выдает одноименные премии. Мы с февраля, надо сказать, неплохие результаты обрели. Ну, скажем, в прошлом году номинации было 39, в этом году 78. В прошлом году участвовала дюжина стран, в этом году 20. В прошлом году церемония объявления прошла незамеченной где-то на Евроньюз. В этом году нас транслировали от Россия-24 в Россию до телевидения ООН на весь мир. Поэтому результаты есть. Но мне нужно решить несколько прикладных задач. Я надеюсь с ними обратиться к тем, кто присутствует здесь. Они очень понятные. Но есть большая задача, я не решу сегодня. Не дай бог ее решить годика через два. После девальвации премия глобальной энергии перестала быть премией-миллионником. Она не составляет миллион долларов. Но она вручается. Среди ее лауреатов было пару людей, ставших нобелевскими лауреатами. В этом году у нас очень неплохой набор итальянец, американец, китайского происхождения, естественно, теперь уже грех. Закрыты все номинации в кое-веке. Традиционная энергетика. В прошлом году не вручена была традиционная энергетика, ровно потому, что мы с вами говорили. В этом году мы добились, что даже конкуренция в этой номинации была. Но это ладно. Хотя, конечно, хотелось бы премии вернуть и эту часть престижа, потому что она является единственной российской премией, входящей в сотню престижных премий мира по рейтингу Айрэн. Это при том, что мы поставщики традиционных ресурсов. Естественно. Но есть еще несколько таких очень прикладных задач, которые я хочу пообсуждать здесь кулуара. Одна из них состоит в следующем. Российские номинанты не доходят до шорт-листа и бракуются еще на уровне технической экспертизы. Экспертиза по одной очень приземленной причине и очень печальной. Молодой ученый. До поры до времени глобальная энергия доставалась российским ученым. Но это были ученые, сформировавшиеся еще в советские годы. Имя получившие старые. Жаль Саванчал, Феров, Фортов, Алексейников. Сейчас появляются молодые ребята, ну или даже средний возраст, и говорят, вот мое изобретение. Что делает эксперт международный? Он его проверяет. Не изобретение, а человека. И он его не находит. Так что наши не печатаются на английском языке. Вот. Это огромная проблема. Она связана где-то с ленностью, где-то с инертностью. Где-то, честно говоря, с придумками какими-то. Тут один человек мне рассказывал, что меня не пускают в западные журналы. Неправда. Я сам часть академического мира, ну немножко по другой стезе, по три предложения в неделю приходит напечататься. Но это для нас прикладная тема. И я хочу сейчас пообсуждать с лидерами отрасли, что нам сделать. Минимум, минимум по теме помощи российским ученым, евразийским ученым с редактурой и статей на английском языке. Ну и грамотным оформлением хотят делать техники. Но, тем не менее, право лоскопуса есть право лоскопуса. Или web of science. Я уверен, что ученые, кто нас слушает, сейчас прекрасно понимают, о чем мы говорим. Может быть, может быть, стоит подумать о создании, например, на площадке евразийского общего рынка каких-то своих наушных компликаций. Подумаем. Но я в том числе приехал сюда вот это пообсуждать и поговорить. А здесь видите, какой хороший набор. Здесь и ученые, и бизнесмены, и политические управленцы. Здесь есть с кем пообщаться. Здесь есть с кем пообщаться.